Игра интересная. Зрителям, обоим командам, я думаю, учитывая тот факт, что два дня назад играли тяжелейшую игру в Лиге Европы. Эти парни сегодня доказали, что у них есть характер, могут вернуться в игру за счет желания, агрессивности, характера. Они сегодня вытащили эту ничью. Понимали, что мы играем с очень хорошей командой, по моему мнению, лучшая в этом чемпионате по стилю и по содержанию игры. Но у нас турнирное положение такое, что мы должны выкладываться каждую игру на максимум и вытаскивать очки. И при этом, при том календарь, который очень тяжелый, все-таки они молодцы и сегодня вытащили эту ничью. С чем я поздравляю свою команду и сегодня отдохнем вечером, а через два дня едем на выезд в Долгаву, на Кубок. Спасибо. Распевле было интересно, когда смотрят победным командам, 20 дней назад, когда мы были смаги спелы. Европейская лига, мы пускай попросили, что мне это было не так, что мы спелили, что мы победили в шесть, но насчет победу, но мы ситуация то есть, что зато турнирка была, когда каждый играл в игре, и пускайна будет много победы, и пускайна было вес играть, это было очень хорошо, Каландарский, когда мы были очень-то сарештить, если это садится на команде, что мы сейчас прежде с днем, То есть, я не знаю, что я взрослый, что я взрослый. Я, конечно, буду спросить про концовку. Уже смотрели видео пенальти? Нет. Ну, нечего даже смотреть смысл из-за того, что посмотришь. Что-то поменяется. Судья решил, что был, да, здесь мы можем чисто в игре так оспорить это решение, но поменять его мы же не в состоянии. Если указал, значит, по его мнению, был пенальти. Хотя нам кажется, что там наш вратарь, Костя, был первый на мяче, просто нападающий ударился, тоже схитрил там где-то. Это то, что нам показалось со стороны. Видео смотреть не имеет смысла, потому что ничего не поменяешь. Сколько вообще осталось сил после этого, кажется? Ну, силы мало, да, попитались сегодня. Плюс у нас еще отсутствовал Лукас за переборы с желтых карточками. Один из ключевых наших игроков. Поздравляю новичка нашего Бека с хорошим дебютом. Показал качественную игру для первой игры в чемпионате. Парень сыграл хорошо. Именно усилил ту позицию, которая нам нужна была. Так силы пытаемся находить, пытаемся восстановить. Пытаемся какую-то ротацию делать в составе. Поэтому идем от игры к игры. У вас будет какая-то приоритет? Да, мы сейчас понимаем и клуб, и руководство, и мы все понимаем, и футболисты. Потому что нам надо зацепиться за то место, которое будет гарантировать нам участие в Еврокуках на следующий сезон. Это очень важно для клуба. Поэтому ребята это понимают. Есть два пути, как говорится. Через Кубок, через чемпионат. Понимаем, что едем в дальний выезд, играем с первой лиги, но слабых соперников не бывает. Сделаем все возможное, чтобы проходить, и будем играть и в чемпионате, и в кубке. Только на победу, и только, чтобы было три очка. И чтобы успешно проходили и дальше. Тем более знаем, что в этом году финал будет проходить в 20-20. Вы уже сказали, что ваше мнение, что США лучше, чем в Рейко. Почему? Ну, меня импонирует стиль РФШ, философия их игры, футболисты, которые есть, очень качественные футболисты по игре. То, что мы смотрим, то, что мы анализируем, то, что как играет РФШ, по мне, это лучшая команда в этом году. В чемпионате Латвии. Где вы ставите Менскос? Как? Где вы ставите Менскос, на каком месте? В тройке. Там, где мы хотим быть в конце сезона. На Телем? Да все реально. Почему нет? Все реально. Есть еще 8 игр. Я думаю, что каждая команда будет терять очки. Здесь важно, как мы будем готовиться, насколько свежие будут игроки. Ментально и физически. Подготовлены к каждой игре. А то, что у нас каждая игра как финал будет, это мы даже не сомневаемся. Потому что легких игр, как мы видим, нет в этом чемпионате. Это хорошо и престижно для чемпионата Латвии. Потому что нет проходных игр. Плюс футболисты могут прогрессировать и расти в каждой игре. Две замены после первого тайма. После первого тайма. Это было только за гола. И все, что планировалось. И почему защитили заменение? Совершенно. Ну, у Сахневича проблемы с физическим состоянием. Есть там микротравма. Плюс у нас еще и Джедишвили играл с травмой. Женя Козлов чуть-чуть не восстановился после Руссенборга. Поэтому потянул мышцу. Попросил замену. Мы Пиагвару поменяли не из-за гола, не из-за... Просто хотели усилить центр поля, где мы передвинули Улимбашева и вытащили быстрого игрока Марлона. Для того, чтобы где-то комбинировать. Потому что чуть потеряли центр, нить игры. И постарались перестроением, чтобы что-то поменять. Чтобы какой-то контроль был в игре. Убирал, наконец-то, свой удар шкафа был. Такой, который ждали весь сезон. Как же сейчас? Ну да, хорошее исполнение, мастерство. Этому не научишь. Он считает, что забивать голы, или бить штрафные, или быть какой-то точкой, это чувство, это мастерство насглавится. В 30 метров, по мне, в 30 метров чужой штрафной, там, в штрафной площадке соперника, там на первый план выходит мастерство футболиста. То, чему тренер не научит, по моему мнению. Поэтому футболисты стоят, нападающие стоят по 200 миллионов, а защитники где-то намного меньше. А хорошее исполнение. Поздравляю с Женей, с красивым голом. Надеюсь, что это придаст ему уверенность, что в следующих играх, опять же, забивал. Продолжение следует... 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 Да, да и незнаком. Некаблюдение не было, а не было. Витера, ты человек только отбудеешь. Витера, вы думаете, да, вам нужно принимать вторую очередь диабета, где вы были лагерей, что вам было добрыто изменить? И все будет праведнее, Да, мы не хотим, что им не было representatives изменить наLet ¡выздорово! Да, если вы будете хотите Мне кажется, что мне понравилось, что это было хорошо, но не было много времени. Футбол был очень хорошо, очень хорошо. Я смотрел на табло, что это было уже 72 минуты, потому что это было очень тяжело. Если мы не сможем, то мы не сможем сделать все вместе. Вы делаете это? Вы делаете это, что вы делаете? Мы знаем, что главный инструмент будет отрабатывать на высшем уровне. Но играть с бомбой, они очень много проблем. Мы хотели использовать это, Использовать. Не было так, что мы только играли, потому что мы хотим играть с бомбой. Это означает, что мы хотим быть многое. Я думаю, что это сегодня издавалось, не было противникам ни разу изречек, но результат, тем же, как и есть. Вы знаете, что Дарко есть? Да, я думаю. Валмира была. Но все обстоятельства, и даже Дарко, есть такие эпизоды, что они не смогут избежать. Есть такие проблемы, но такие ситуации это только один, что они могут сделать, работать. И все равно, претензии на то, как он делает, как он делает, как он делает, как он играет, не было. Махновский. Да. Дима жал, они не смогут. Они были очень хороши. Они были очень хороши. Они делали все, что они делали, когда Махновский работал очень хорошо. Они работали. Они работали. Они не работали. Но мы вернемся к ним. Они это знают. И я желаю, что они всегда работали. Что можете спросить, и они учитывать какие-то как они уделяют когда они сцептиданы с проблемами. Они должны были уехать, что они уехали на клавиатах. Я смогут об этом. мы хотели уехать каждую игру. Я, ты предыкновoney, человек, ты запрати, что главный момент будет командой. Конечно, когда он изобретает, он гриб истет то, но если он изобретает командой, то, конечно, это будет хорошо. Парлицингу. Конечно, если он будет вартием, то будет отгрессиваться. Парлицинга, я думаю, что это не так. Ваши, когда он изобретает, они не будут вредить, а они не будут вредить? У них есть большие проблемы. Мы хотим не рискать, потому что у нас есть много У нас будет очень важно. В Риге было хорошо. В Минеслава и Венеслава и Венеслава. Возвратились пять пунктов. Куда ты видишь реальному успеху, где Рига может залить пункты, а у нас нет? Сейчас я не хочу думать, работать, а желать какую-то команду, которая может победить Ригу. Мы должны работать с вами. Мы посмотрим, как все будет. Ты стараешь калсу, а ты обрадовала? Важно, как ты обрадовала? Важно, как ты обрадовала? Важно, как ты обрадовала? Да, я очень хорошо знаю, что я иду, а также у Ауду. Там много игроков, которые играют первые 2-3 сезона. Вел есть много игроков, которые работают с ними. Там много игроков, которые работают с специалистами, с которой очень много игроков, которые работают с Сергеем Коженом. Историтутся. 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 А если мы игроков, но как мы с этим занимаемся, а когда мы игроков, то мы смотрим, что мы игроков, как мы игроков, а мы не знаем, что мы игроков. Да. Но кто-то не знает,